Приветствую моих зрителей! В предыдущем моем видео я собирался протестировать несколько видов ультрапастеризованного молока от разных производителей на антибиотики в домашних условиях. В этом видео вам будет показана экспериментальная часть и полученные мною результаты. Ссылки на мой предыдущий ролик с теоретической частью к моему эксперименту будут добавлены в описании под это видео. Итак, приступим! В каждую баночку я внесу по 200 грамм молока из каждой из емкостей. Для этого я буду использовать свои лабораторные весы с пределом взвешивания от 10 миллиграмм до 500 грамм. Я открываю крышку, включаю весы, ставлю баночку. Вес баночки 143 грамма и 84 миллиграмма. Я обнуляю тару. Открываю бутылку с молоком простоквашенную и наливаю... Ну, вижу, что 200 будет много. Пускай 180 миллилитров, около 180 миллилитров приблизительно. Затем я достаю капсулу с йогуртом. Сначала извлекаю вату из бутылочки. Проверим вес одной капсулы. Для этого я снова обнуляю тару и вожу капсулу на весы. Вес капсулы составляет 40 миллиграмм. Соответственно, я беру эту капсулу, раскрываю ее над баночкой и высыпаю ее содержимое в молоко. Аккуратно перемешиваю содержимое баночки. Клею на крышечку ценник для того, чтобы подписать, что это молоко просто квашено. Заодно и проверю, сколько весит пустая капсула из-под йогурта. Вес пустой капсулы 7 миллиграмм. То есть, в чистой культуре приблизительно 30 миллиграмм. Находится в каждой капсуле. Теперь я проделаю ту же процедуру с молоком. Локтейн. Я открываю пакет. Отдираю вот эту вот серебристую наклейку. Поясок наливаю. Приблизительно. Ну, еще немного, до 180. Достаю капсулу. Высыпаю содержимое ее в молоко. Поры живых молочнокислых бактерий. Закрываю крышечкой. Крышечки эти, правда, мне не очень нравятся. Они такие халтурно как-то сделаны. Для села пойдет. Перемешиваю круговыми движениями. В условиях лаборатории подобные манипуляции выполняются на лабораторном шейкере. Отлепляю очередную наклейку. И подписываю, как локтейн. Пришла очередь молока селянски. Отвинчиваю пробочку. Начинаю наливать молоко. Приблизительно 180. Грамма. Извлекаю очередную капсулу. Раскрываю и высыпаю ее в баночку. Закрываю крышечкой. Круговыми движениями аккуратно перемешиваю. Клею очередную наклейку. Подписываю, как селянски. И, наконец, завершающий молочный продукт. Сливки буренка. 15% жирности. Ставлю баночку. Заодно и проверим, сколько тут этих сливок. Масса нет. 200 грамм. Плюс-минус 9. Обнуляю тару и полностью выливаю содержимое. В баночку. В баночку. 92 грамма сливок вот этой вот коробочки. Соответственно, я закрываю крышечкой. Аккуратно, круговыми движениями я перемешиваю эти сливки. Налепляю на крышечку этикетку и подписываю, как буренка. Теперь я помещаю все в йогуртницу. Подключаю йогуртницу к термореле. Помещаю термопару на дно йогуртницы. Включаю йогуртницу с подключенным реле в сеть. Накрываю крышкой. Итак, друзья. Моя йогуртница постепенно разогревается до нужной температуры. И в результате моего эксперимента либо я отведаю чудесного самодельного домашнего йогурта, либо же попробую прогорклой гнусной фигни. Увидим через 24 часа. Что стало результатом моего эксперимента? Итак, друзья. Прошло 24 часа с момента начала моего эксперимента. Самое время проанализировать результаты. Как известно, все молочно-кислые продукты объединяются одной из основных общих характеристик. Это их кислый уровень PH, вызванный микроорганизмами, которые вызывают процесс молочно-кисловоображения. Именно по характеристикам PH, по уровню кислотности инкубируемого мною продукта, я собираюсь определить качество вот этих вот четырех молочных продуктов. В качестве контроля я собираюсь использовать жидкий, однопроцентный натуральный йогурт Активия, содержащий живые молочно-кислые бактерии. В качестве устройства для измерения уровня PH, либо же кислотности жидких растворов, я буду использовать данный прибор. Это профессиональный лабораторный PH метод американской фирмы Sartorius. Сам электрод хранится в таком вот силиконовом колпачке с заполненным пятималярным раствором калий-хлор. Как вы можете наблюдать, прибор показывает сейчас кислый PH. Потому я для начала отмою электрод в дистиллированной воде. Для этого я заполняю вот этот вот стакан, снимаю колпачок. Как вы можете наблюдать, на нем образовалось немного солей калий-хлора. Я опускаю его в дистиллированную воду. Значение PH на дисплее PH метра начинает меняться. Также в этом электроде встроенная термопара, которая показывает температуру раствора. В данный момент температура дистиллированной воды составляет 24,8 градуса Цельсия. Я опускаю электроды круговыми движениями, отмываю остатки солей. До тех пор, пока значение PH не стабилизируется. Как вы можете наблюдать, в среднем значение PH используемой мною дистиллированной воды составляет 5,4. Если округлить до первой цифры после запятой. Ну, учитывая, что данная дистиллированная вода хранится у меня довольно долго, то этот уровень PH вполне соответствует показаниям, характерным для дистиллированной воды в пределах 5,5,4. Теперь я извлекаю электрод из дистиллированной воды и наполняю жидким йогуртом вот эту вот рюмочку. Йогурт довольно вязкий. Я опускаю электрод в этот йогурт. Он стоял в холодильнике, и потому для снятия корректной информации необходимо, чтобы прошло некоторое время, чтобы показатели температуры уравновесились с показаниями уровня PH. Как вы можете наблюдать, PH йогурта в отличие от дистиллированной воды подождем еще немного. PH в пределах 3,7-3,8. Теперь я извлекаю электрод и ополаскиваю его в дистиллированной воде. Несколько раз его промываю в дистиллированной воде. Теперь приступаем к нашим исследуемым образцам. Я отключаю йогуртницу от сети. Первым я извлекаю образец, отвечающий молоку простоквашенную, не прошедшему ультрапастеризации. Отвинчиваю крышечку. Тут можно даже не проверять его PH. Как видно, образовался густой плотный йогурт. Характерный запах для кислого молока присутствует. Хотя я все же для чистоты эксперимента помещу в него электрод. Как вы можете наблюдать, PH переработанного молочнокислыми бактериями молока простоквашена составляет 3,23, что соответствует контрольному образцу жидкого йогурта активы в пределах морных. Теперь я извлекаю образец молока локтель. Отвинчиваю крышечку. Как вы можете наблюдать, довольно плотный. Все свидетельствует, что микроорганизмы все-таки переработали это молоко, прошедшее ультрапастеризацию. Теперь я помещаю электрод в эту массу. Уровень PH молока локтель, переработанного микроорганизмами, немного менее кислый. Но все-таки молочнокислое брожение произошло. Я опять извлекаю электрод, протираю от остатков йогурта и опять споласкиваю его дистиллятором. Перехожу к образцу, отвечающему молоку селянски. Тоже, как можно наблюдать, образовалась плотная масса. И опять я помещаю электрод в эту массу. Практически показатели те же самые, что и для молока локтель. 3,5 в среднем. Я опять извлекаю электрод, протираю его от частиц йогурта и полоскаю в дистиллированной воде. Закрываю крышечкой и отставляю. А мы тем временем переходим к последнему нашему образцу, отвечающему жидким 15% ультрапастеризованным сливкам буренка. Отвинчиваем крышечку. И тут, как вы можете наблюдать, очень плотная образовалась масса. Совершенно даже нет сыворотки никакой. Характерный кислый запах. Вообще по виду напоминает творожную массу. Теперь я извлекаю электрод и опускаю в эту йогуртную массу. Как вы можете наблюдать, показатель PH3,5. В общем, хочу отметить, что данные молочные кислые бактерии успешно справились с этим ультрапастеризованным молоком. И скорее всего, действительно никаких антибиотиков в этом молоке не присутствует. По результатам моего эксперимента, используемые мною культуры йогуртных микроорганизмов, успешно справились с переработкой вот этих вот молочных продуктов. Соответственно, скорее всего, серьезные антибиотики в этом молоке не присутствуют. А упомянутый мною эффект прогоркания связан совершенно с другими факторами. Возможно, отмеченный мною эффект прогоркания при длительном хранении открытого молока в холодильнике связан именно с тем, что эффект горочи дает само внутреннее покрытие этих вот тетропаков. Итак, друзья, я приступаю к завершительному этапу проверки качества молочно-кислых продуктов, полученных из культур йогуртных бактерий и трех образцов ультрапастеризованного молока и одного непрошедшего ультрапастеризации. Прежде всего, я начну с контроля жидкого йогурта Активия. Ну, ваше здоровье! Слегка кисловатый вкус. Обычный жидкий йогурт. Теперь переходим к образцу простоквашин. Тут даже слегка сыворотка повыступала на этом йогурте. Кажется, значительно кислее жидкого йогурта Активия. Но вполне съедобный. Обычный йогурт без сахара. Теперь я открываю образец молока в Селянске. Кислота тут выражена гораздо слабее. Более мягкий вкус и, как по мне, более приятный. Теперь молоко лактейн с витамином Д3. Вкус практически аналогичный продукту, полученному из молока селянского. И последний завершающий продукт это сливки буренка 15% жирности. Ну, тут масса, конечно, такая более плотная. Чувствуется все-таки жирность в этом продукте. Очень вкусно. Совершенно не перекисший такой легкий йогурт. Интерпретировать полученные мною вследствие моего эксперимента результаты можно следующим образом. в тестируемых мною образцах ультрапастеризованного молока. Судя из того, что йогуртные культуры микроорганизмов успешно его переработали, антибиотиков нет. И горечь, на которую я обратил внимание, которая пару раз возникала при длительном хранении этих марок ультрапастеризованного молока в открытом состоянии, скорее всего, связана с попаданием в него микроорганизмов другого вида, которые в процессе своего метаболизма не задействуют процесс молочно-кислого брожения, а используют какие-то свои неведомые мне пути. Для выяснения всего этого необходимо иметь в наличии хороший биологический микроскоп и проводить микроскопию и, возможно, даже биохимические исследования. Надеюсь, вам было интересно и полезно мое видео. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, кому не понравилось, ставим пальцы вниз, подписываемся на канал. Всего вам доброго и до новых встреч! !